Всем привет! Меня зовут Бакты Бала, и я психолог. Сегодня в видео я вам расскажу о периоде монады, а именно, как всё-таки проживать своё одиночество и что вам даст ваше одиночество. 7 аспектов того, как быть одиноким. Я решила посвятить этому периоду целое видео, поскольку быть одиноким достаточно непросто, и важно уметь эффективно проживать данный период времени, когда вы один с самим собой и занимаетесь самоактуализацией, а не прожигать жизнь... Вы слышали, кошку? А не тратить свою жизнь на ненужные вещи, неэффективные навыки и так далее. Прежде чем я перейду к теме, напоминаю вам то, что вы можете написать мне на почту, отправить письмо с вашим кейсом, я обязательно сделаю разбор. Я считаю, что когда мы делимся с друг другом историями, опытом, мы помогаем друг другу. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, отправляйте это видео вашим друзьям. Это самый простой и безоблатный способ, чтобы поддержать меня и внести свой вклад в развитие общества, поскольку я считаю, что образование и доступное образование это самый главный ключ к повышению уровня осознанности. Также по ссылке внизу в видео вы можете задонатить мне сумму на Patreon, PayPal, Каспий для Казахстана и Банков Джорджия для любой страны. Так что же такое период монады? Период монады это моно-слово, когда вы один проживаете свое физическое, эмоциональное и экзистенциальное одиночество. То есть, когда вы сам по себе, путем самоисследования, обращения внутрь себя, познаете себя, свои потребности, чего вы хотите, что вам нравится, что вам не нравится, что вам подходит, не подходит и какой вообще вы хотите видеть в своей жизни. К сожалению, чаще всего люди не проживают данный период, поскольку в социуме заведено так, как мы живем в родительской семье, затем создаем отношения и уже снова из триады, да, с родительской семьей мы вступаем в диаду. То есть, нет вот этого периода, когда я сам по себе определяюсь и выбираю партнера, партнерку и двигаюсь дальше по жизни. Я на самом деле не против института семьи и не призываю людей быть поодиночке и уйти в ашрам, куда-нибудь жить, в горы. Я за то, чтобы исследовать себя, познавать себя и ответственно подходить к выбору не только партнера, но и в принципе делать осознанный выбор своей жизни, с чего я хочу, чем я хочу заниматься и что я хочу дать другим людям. Это не только семейные ценности и давление социума нам не позволяет проходить иногда период монады, поскольку период монады достаточно сложный и чтобы сделать выбор быть одному, нужно достаточно мужества и смелости. Легче ведь жить так, как говорит социум, как говорит таргетированная реклама, как мы многие это делаем, и то, что говорят родители. Но разочарование происходит тогда, когда по прохождению многих лет человек понимает, что прожил свою жизнь не так, как хотел, а уже слишком поздно. Например, если человек не хотел вступать в долгосрочные отношения, заводить брак и детей, но у него это случилось, он приходит к такому пониманию того, что это было навязанное желание от родителей и социума, и он решил так сделать. Или наоборот, я привожу пример на отношениях, поскольку, мне кажется, это легче всего. И наоборот, ситуация, допустим, женщина, она думала, что child free никогда не хочет детей, и по прохождению лет, то есть где-то возраста, когда она может родить детей, она понимает, что все-таки хотела. А ее установки по поводу child free и так далее были навязаны социумом и, возможно, какими-то модными тенденциями. Это, конечно, очень грустные истории, которые могут произойти с любым человеком, вне зависимости от социального фактора или экономического. Все зависит от выбора человека, его уровня осознанности и уровня своего понимания. То есть, если человек достаточно хорошо себя понимает, умеет в себя погружаться и идентифицировать свои желания и заявить об этих желаниях миру, то тогда, конечно, у человека меньше разочарования и счастья в жизни. Приведу пример из своей жизни. Допустим, я из Казахстана, я по национальности казашка, и я выросла в такой среде, где заводить семью и рожать детей, это естественно. Но когда я заявляла о том, что я, ну, то есть, у меня лично, мое мнение, я, ну, не то, что против, ну, мне такое не подходит, такой вид отношений мне не подходит. И заявить об этом было очень тяжело, поскольку, ладно, я заявила об этом, но когда я получала обратную связь от своих близких, от родственников, друзей, это было очень тяжело выдерживать, я словно была одна в каком-то большом количестве людей, которые думают одним образом, а я другим. Ну, то есть, психологически выдержать свое одиночество, свои желания тоже нужно уметь. Сейчас я хочу перейти к семи аспектам одиночества, что оно вам дает, если вы все-таки рискуете, набираете смелости, куража, чтобы начать этот сложный, но в то же время интересный путь. Период монады важен тем, что, во-первых, он помогает пройти успешную идентификацию личности, то есть, понимание, кто я такой, это самое важное. То есть, не поиски себя где-то, а понимание, кто я такой, от чего мне больно, что мне неприятно, что мне подходит и не подходит, то есть, это можно сделать только путем самонаблюдения, самоисследование и самопонимание. Когда я говорю самоисследование, самопонимание, это не значит, что вы делаете это все в одиночку и самим собой сидите в своей комнате, как хики-каморе, и взаимодействуете только с самим собой. Я имею в виду под самоисследование, самопонимание, самонаблюдение, когда вы исследуете себя в одиночестве, но в интеракции с другими людьми, то есть, когда вы в периоде монады, вы создаете новые социальные связи, возможно, окунаетесь в новую среду. Допустим, проживание с терапевтом периода монады, это тоже является самонаблюдением, где терапевт вам помогает подсветить определенные моменты. На самом деле, брать ответственность за свой выбор очень непросто. Люди, которые не проходили период монады, а из родительской семьи сразу создали свои отношения, они чаще всего находятся в слиятельных отношениях со своими партнерами, детьми, и за счет этого они себя немножко плохо знают, может, не немножко, но, возможно, они чаще всего сливают эту ответственность на другого человека, то есть, партнер может нести ответственность за эмоции человека или за неправильные решения, или партнер может обвинять своего партнера в том, что там работа не та, из-за тебя я делаю вот это, из-за тебя там я много работаю или не отдыхаю и так далее. Проходя период монады, вы понимаете, что вся ваша жизнь это ваш выбор, то есть, выбираете ли вы переехать в другую страну, строить отношения, строить бизнес, или всю жизнь учиться, или просто всю жизнь путешествовать, это ваш выбор и все последствия этого выбора это тоже ваш выбор, то есть, уже нету этих инфантильных, возможно, инфантильных каких-то иллюзорных мечт, что будет вот так, вот так вот, ну то есть, вы по-взрослому оцениваете свои решения и примерно понимаете, к чему ваши решения могут привести. Третий аспект одиночества это забота о себе, о своем финансовом, эмоциональном и физическом состоянии. Когда вы проходите период монады, вы в полном одиночестве, ну то есть, опять же, повторюсь, вы не в ашраме, не в горах, не сидите один в комнате, но в любом случае, вы проживаете свою жизнь один и понимаете, что больше мама не придет не постучить в дверь и не скажет перестань смотреть Netflix целыми днями, есть бургеры, запивать колы, то есть, вам больше никто не придет, больше никто не будет вас ругать, чтобы вы убрались дома, чтобы получили образование или сменили работу, чтобы вам стало лучше, или стали больше зарабатывать, или больше отдыхали. Вся ваша эмоциональная, физическая, бытовая ответственность лежит на вас, и если вы этого не делаете, значит, это тоже ваш выбор. То есть, если вы чем-то не удовлетворены в своей жизни, вы абсолютно понимаете, что это был ваш выбор. Также это относится и ко второму пункту, про выбор и ответственность за свою жизнь. То есть, если вы заботитесь о своем здоровье или не заботитесь, это тоже ваша жизнь. То есть, если вы неправильно питаетесь, употребляете много алкоголя, естественно, что в долгосрочной перспективе это не принесет вам хорошие плоды в плане физического здоровья. На самом деле, так легко потерять физическое, эмоциональное здоровье, и многие люди этого не понимают, но люди, проживающие период монады, могут это хорошо идентифицировать и увидеть о том, что если не позаботиться о себе сейчас в перспективе 10, 20, 30 лет, это может достаточно в негативные последствия вылиться. В-четвертых, вы научитесь заботиться о своей среде. То есть, это не только о физической среде, то есть, прибраться дома, чтобы у вас не был свинарник, грубо говоря, и также об эмоциональной среде, с кем вы общаетесь, с кем вы сотрудничаете, с кем вы строите бизнес, куда вы ходите, то есть, больше не придет мама и не скажет, вот с Петькой не общайся, он на тебя плохо влияет. Вам самому нужно будет идентифицировать те личности, которые способствуют вашему росту или наоборот отпускают вас вниз, или вы вовлекаетесь в определенные игровые по Эрику Берну процессы. Пятый аспект одиночества, я думаю, один из важнейших, это вы научитесь ценить одиночество. Несмотря на то, что одиночество иногда может быть пугающим, в периоде монады вы научитесь его ценить, поскольку вы поймете, что ваши ресурсы не бесконечны, и куда их инвестировать, это тоже ваш выбор и ваша ответственность. вы начнете выбирать, с кем общаться, чем заниматься, что вы хотите, куда направлять вашу энергию, и благодаря этому вы очень начнете ценить это время, когда вы проводите с самим собой, то есть когда вы можете погрузиться в свои мысли, узнать, кто я, как я себя веду иногда, какие мысли меня посещают, какие эмоции у меня доминируют, и находить в себе принятие самого себя. И в этом момент, в аспекте именно ценить свое одиночество, человек научается выстраивать дружеские отношения с самим собой. Если вы умеете выстраивать сочувственные, дружеские отношения с самим собой, то вам гораздо легче выстраивать отношения и с внешним миром. Шестой аспект одиночества это то, что вы научитесь выстраивать свои границы ассертивным путем. То есть вы перестанете чувствовать себя плохим за то, что вы говорите о своих потребностях, о своих желаниях, о том, что вам неприятно, и то, что вам не подходит или наоборот подходит, потому что это так важно уметь донести другому человеку, чтобы он услышал, чего вы действительно хотите или не хотите. Седьмой аспект одиночества и самое последнее это вы научитесь опираться на себя. Вы не только на интеллектуальном, но и телесном и осознанном уровне поймете, что это такое за фраза тот человек, который будет с тобой до конца жизни, это ты. То есть это действительно правда. Я не говорю, что возле нас нету близких людей, родителей, наших партнеров, друзей или детей. я имею ввиду больше проживания опыта. Мы все люди, разные события происходят в нашей жизни, и не всегда они легкие, иногда они бывают достаточно тяжелые. И если человек не умеет опираться на себя, на свой внутренний стержень, то он и не умеет эту опору брать от других. Здесь я могу вам привести собственный пример. Я живу с неизлечимым диагнозом кишечника, это неспецифический язвенный колит, редкое аутоиммунное заболевание. Когда у меня происходила сепарация с родителями, я развелась с мужем, то есть получается я сепарировалась от всех в моей жизни. В этот момент у меня началось очень сильное обострение по болезни. И это было очень тяжело, поскольку я осталась одна. Это не значит, что меня бросили мои родственники и не помогали мне ничем, но этот момент был очень важен, поскольку я была одна, и я понимала, что мне казалось, что всегда был кто-то рядом, и это они мне помогли. Да, люди вокруг нам действительно помогают, но в тяжелые моменты мы остаемся опора прожить данный опыт. Это был очень важный момент, поскольку я вспомнила, что много лет я живу с этим диагнозом, но никто не лежал со мной на этой кушетке, когда мне было очень больно, или переливали кровь, и у меня была бесконечная температура, или ужасные боли. Этот опыт я проживала сама, и я всегда находила эту опору внутри себя, благодаря которой я смогла идти дальше. Никто никогда за вас ваш опыт не проживает. Помните об этом, каждый опыт уникален, каждый опыт имеет место быть, но всегда важно уметь опираться не только на других, но и на себя, поскольку никто не вечен, ничто не вечен, ничто не вечно, но внутренняя опора это то, что помогает нам каждый раз вставать и идти дальше. В это видео я хочу включить пару цитат моего любимого психолога Карла Роджерса о становлении личности, я думаю в его книге он не только каким-то метафорическим и более профессиональным языком объяснил, что это такое становление личности, а именно в экзистенциальном плане. Карл Роджерс пишет в книге становление личностью, кстати, очень ее рекомендую к прочтению, я думаю, вам становится понятным, почему такие выражения, как счастье, удовольствие, блаженство, удовлетворенность, не кажутся мне вполне подходящими для описания процесса, который я назвал хорошей жизнью. Хотя человек в ходе хорошей жизни время от времени испытывает подобные чувства, тут больше подошли бы такие прилагательные, как обогащающие, захватывающие, вознаграждающие, перспективные, осмысленные. Я убежден, что хорошая жизнь не для малодушных, она связана с расширением и постом своих возможностей. И чтобы полностью окунуться в поток жизни, необходимо мужество, но более всего в человеке восхищает то, что будучи свободен выбирать себе хорошую жизнь, он выбирает именно процесс становления. Здесь Карл Роджерс акцентирует внимание на том, что выбирать становление себя путь самоактуализации достаточно непростой, поскольку предстоит делать много выборов и нести за них ответственность, но это именно то, что делает эту жизнь более интересной, насыщенной и счастливой. И мне очень нравится, что он использует вот эти прилагательные, как обогащающие, захватывающие, вознаграждающие, осмысленные. Я думаю, это именно те слова, которые делают жизнь ответственную, такой вкусной. И следующая цитата, это главным побудительным мотивом творчества, как оказалось, служит стремление человека осуществить себя, проявить свои возможности. Я думаю, это очень относится в наше время, поскольку век соцсетей люди могут показывать в соцсетях все, что угодно, как у них все хорошо, какие они молодцы, но чаще всего люди не очень удовлетворены своей жизнью, поскольку соцсети больше дают нам возможности сравнивать себя с другими людьми. И от этого мы получаем достаточно много неудовлетворенности. Поэтому так важно самоактуализироваться, самоисследовать себя, чтобы понимать, как мы можем проявить все возможности своей личности. И следующая цитата, которую я хочу прочесть, это «Открытость опыту, экстенсиональность это противоположно психологической защите». Что здесь подразумевает Карл Роджерс? Когда человек из родительской семьи сразу переходит в партнерские отношения без периода монады, он скорее всего перенимает те же паттерны поведения, что и были в родительской семье. Это чаще всего бессознательные защитные механизмы, которые работают даже просто на уровне тела. И вместо того, чтобы проживать эту жизнь, наслаждаться ею и быть полностью в жизни, человек все время использует эти бессознательные защитные механизмы, которые по сути получаются одно и то же, что и было в родительской семье, но продолжается в нынешних отношениях здесь и сейчас. И получается, что человек не живет полной жизнью, а просто реагирует на него. То есть бессознательные паттерны, они работают на бессознательном уровне, на автоматическом уровне, поэтому это называется реагирование, а не жизнь. И последняя цитата, которую я хотела прочитать, это сила, которую ощущает человек, когда осознает себя уникальным, ответственным за свое существование. Здесь видна и тревога, которая сопровождает принятие ответственности, когда мы осознаем, что выбор делает никто не иной, как я, и что именно я определяю для себя ценность опыта. Это и вселяет в нас силы и пугает. Я думаю, это очень вдохновляющая цитата, поскольку брать ответственность за свою жизнь достаточно тяжело, поскольку придется справляться с последствиями. Жизнь не определена, мы не знаем, что случится через минуту, через секунду, через год, через два, и от этого становится еще страшнее и тревожнее, но от этого жизнь становится интереснее. Если мы берем ответственность за свой выбор здесь и сейчас, то тогда мы получаем целостный опыт здесь и сейчас. То есть жизнь это про выбор, который вы сделали сейчас. Иногда я думаю, что человек даже больше боится от того, что у него что-то получится, чем не получится. И от этих постоянных раздумий и придумывания каких-то сценарий человек останавливается. Поэтому очень важно сделать выбор здесь и сейчас и прожить опыт, чем не сделать и перепроживать этот опыт в своей голове, который даже не произошел. И да, еще раз напоминаю, что в одиночество окунаться достаточно непросто. Для этого нужна сила, мужество, кураж и доверие к себе и к жизни, к людям вокруг, к обстоятельствам и ко всему, что происходит в этой жизни. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, я вас как-то вдохновила проживать период монады или это видео будет для вас поддержкой, если вы сейчас уже проживаете данный период или собираетесь проживать. Но вы всегда можете заручиться поддержкой психотерапевта, чтобы не оставаться в данной ситуации, в данных эмоциональных, тяжелых, возможно, обстоятельствах, возможно, жизненных обстоятельствах одному. Всем спасибо за просмотр, спасибо всем моим донатерам, моим патронам, моим зрителям за то, что вы меня смотрите, поддерживаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте уведомления о публикациях, отправляйте это видео своим друзьям и давайте поднимать уровень осознанности вместе. Всем пока!